Мы уже говорили с вами о том, что около трех лет идет борьба за право москвичей на проведение просто референдума вообще. Мы вот боремся, деремся по всем направлениям за право проведения референдума. Наконец-то Московская городская избирательная комиссия дала возможности, передала документы в Московскую городскую думу, чтобы мы озвучили наши требования там, и Московская городская дума приняла решение быть референдумом в Москве или не быть. Да, прогноз наш сбылся, несмотря на уверение Единой России и господина Платонова, что да, мы вам разрешим, вы будете собирать подписи, инициативную группу будет зарегистрирована. Значит, они, как всегда, обманули. Это их метод работы. После того, как Клычков Андрей Евгеньевич, руководитель фракции Московской городской думы, доложил состояние и вопросы референдума, они проголосовали против. Таким образом, поставив фильтр заградительный в течение двух с половиной лет Московской городской избирательной комиссии, они вултузили все эти документы и не давали возможности выйти на эту площадку, Московская городская дума оказалась таким же фильтром и отказала нам в проведении референдума. Мы, конечно, на этом не успокоимся. И не успокоимся никогда. Пусть знает Платонов, пусть знает Собянин, пусть знает Московская городская избирательная комиссия и единороссы, что мы добьемся проведения референдума, что бы нам это ни стоило. Проработали ряд вопросов и будем буквально на ближайшую неделю инициировать новый референдум с новыми вопросами. Очень интересуют москвичей такие вопросы, как электронные носители, которых законом обязывают всех переходить на электронный носитель. Паспорта, сберегательные книжки, все документы. Я прекрасно знаю настроение у верующих. Православные, буддисты, мусульмане, они категорически против вот этого жесткого, обязательного перехода на эту систему. Мы считаем, что надо вынести вопрос о том, чтобы сами москвичи определились. И мы считаем, что переход на электронный носитель должен быть добровольным. Мы считаем, что надо вынести вопрос по экологии. И считаем, что все леса, лесопосадки, которые сегодня есть, их надо перевести в статус особо охраняемой зоны. Чтобы не вырезали, чтобы не было там строительства. А сегодня эти олигархи так и смотрят на эти площадки. Как бы там застроить жильем и получить там барыши. Несмотря на то, что экология в Москве архиплохая. И усугубляется, и ухудшается с каждым днем. Более 4 миллионов только автомобилей каждый день выезжает, въезжает и курсирует по Москве. Загазовывает все. И мы дышим. Мы, москвичи, дышим этим воздухом. И отравляем не только сами, но и дети, и внуки, и все наши родственники, и друзья. Следующий вопрос, это вопрос касается жилья многодетным семьям. Сегодня ни для кого не секрет, эта категория людей очень обижена. И на нее не обращает внимания ни власть. Хотя денег в Москве много. Надо поставить вопрос о том, чтобы обеспечить жильем многодетные семьи до такого-то периода. Прям жестко в бюджете должно быть прописано. И депутаты должны вместе с мэром взять это под контроль. Следующий вопрос по тарифам. Тарифы на электроэнергию, тепло, газ, коммунальные услуги, жилье должны формироваться под контролем представительного органа, депутатов. Открыто, с обсуждением, чтобы каждый москвич знал, почему он тратит 3 тысячи рублей, 1,5 тысячи рублей или 2 тысячи рублей. Следующий вопрос, это вопрос мигрантов. Надо вынести на референдум. Считаете ли вы введение в ВИЗ обязательно для всех въезжающих в Россию иностранцев? Независимо от стран СНГ, независимо от того, что это зарубежье, ближнее, дальнее, Европа, Америка, Канада, неважно. Все въезжающие по ВИЗам. Кроме стран, с которыми есть особый договор. Допустим, со страной Украины, Белоруссии, Казахстана. Это особым законом оно определяется. А все остальные должны быть с ВИЗами. Пусть москвичи решают. Далее вопрос, это касающийся гаражной амнистии. Для Москвы это вопрос вопросов. К сожалению, власть в одностороннем порядке принимает решения и сносит гаражи целыми кооперативами. Причем без компенсации, без выплат, без представления удобной площадки для застройки другого гаража. Мы считаем, что надо ввести амнистию на снос гаражей до периода представления властью компенсации достойной, либо площадки для строительства нового гаража. Следующее, это касающиеся платной парковки по транспорту. Надо вводить вопрос, касающийся введения платной парковки на уличной дорожной сети. Платная парковка у магазинов, мегаполисов, офисов. Это вопрос решенный. Значит, пусть они будут. В том числе и в местах возле подъездов домов. Там, где стоят личные машины, частные машины, жители этих домов. Пусть москвичи тоже решат в этом. Пусть они решат, а не кто-то отдельно из мэрии, департамент по транспорту. Какими бы они там умными ни были, я считаю, умнее все-таки граждане. Им жить в этом городе, не только правительству Москвы, и не только депутатам от «Единой России». Один из вопросов, я считаю, созрел давно, и в общественном мнении он как бы витает. Это восстановление памятника Дзержинского на площади Дзержинского. Пусть решат москвичи. Спорят мэрия, высказывают какие-то, так сказать, личности одиозные, что нельзя, это опять противостояние, все остальное. Большинство выскажется и памятнику быть. Вот давайте вынесем хотя бы этот вопрос, чтобы и москвичи почувствовали, что они хозяева, что они хотят видеть Дзержинского на этой площади, что они видят, что человек свою жизнь посвятил тому, чтобы не было преступности, чтобы не было беспризорных, и люди с почетом о нем вспоминают и с благодарностью. Ну пусть москвичи это ответят. Почему должен решать какой-то один чиновник, неизвестный с каким образованием и с какими взглядами. Вот примерный перечень вопросов, который будет вынесен нами на референдум, и будем добиваться того, чтобы он был разрешен и проведен. То, что мы соберем подписи однозначно и качественные, без ошибок, я уверяю. А дальше москвичи определятся с этими вопросами, как им быть. Редактор субтитров А.Семкин